Занятия по скандинавской ходьбе активных долголетов начинаются с обязательной разминки. Перед любыми физическими нагрузками нужно разогреть мышцы и подготовить суставы. Растягиваем позвоночник и медленно поднимаемся и соединяем лопатки. Серебряный волонтер по скандинавской ходьбе Валентина Денисова проводит такие занятия для получателей услуг Центра социального обслуживания «Домодедовский» в Витнам три раза в неделю. Каждая состоит из трех этапов разминки, двух этапов ходьбы и закрепительных упражнений. 15 человек на занятии – это немного. Лето все-таки, дачный сезон, говорит Валентина. Обычно скандинавскую ходьбу стараются не пропускать. Ведь все наслышаны о ее пользе и оздоравливающем влиянии на организм. Оздоравливается полностью, омолаживается весь организм, потому что работают все части тела. Вы приводите все это в движение. Поэтому, вы знаете, это просто здорово. Елена Павловна Абаканова уже четыре года регулярно посещает Витнамский филиал Центра социального обслуживания «Домодедовский». Именно здесь, несколько лет назад, она увлеклась скандинавской ходьбой и почувствовала на себе ее омолаживающий эффект. Это очень хорошо, потому что мы лучше ходим, лучше действуют руки, ноги, дыхательный весь аппарат прокачивается. Но вообще это очень оздоровительно и очень бодрительно. Конечно, немаловажную роль здесь играет живое общение. Проходя по тенистам аллеям парка, можно поболтать о чем угодно. Разговор спорту не помеха. Да, у нас отличная команда. Мы все друг друга поддерживаем. Активная жизнь. Мы дружим все, общаемся. Кстати, скандинавская ходьба не имеет возрастных ограничений. Тренеры советуют лишь прислушиваться к своему организму. И давать ему такую нагрузку, справиться с которой будет под силу. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.